Библейский портал экзегет.ру представляет 122-й псалом. Наша сегодняшняя беседа, как и многие другие, записываются редакцией портала экзегет.ру в Срединской духовной семинарии. 122-й псалом входит в 18-ю экофизму, в сборник из 15 песен восхождения. Данный гимн напоминает жалобу на врагов, которые, по всей видимости, являются не соотечественниками, а иностранцами. Посещающий храм паломники называет себя рабами Господу, тем самым они выражают свое смирение пред Ним. Затем они просят Бога о милости, поскольку претерпели поношение от врагов уже изрядно. Хотя в кратком, 122-й псалме нет упоминания об Иерусалиме или храме, однако предложенная форма молитвы вполне могла бы произноситься каким-то благочестивым паломникам или группой паломников, регулярно приходящими в Дом Божий на религиозные праздники. Как и в предыдущем псалме, в какой-то момент автор повествования переходит от единственного числа «я» к множественному числу «наши». Что может говорить о смене певцов в момент исполнения? Псалом имеет четкую ступенчатую структуру. В первых двух стихах четыре раза употребляется слово «отчи» — «глаза». Стих второй заканчивается ожиданием «доколе он помилует нас», а в третьем стихе дважды звучит просьба «помилуй нас». Одинаковое слово «презрение» присутствует в третьем и четвертом стихах, что в русском синодальном переводе отражено двумя разными терминами — «презрение» и «уничижение». Два последних стиха псалма содержат близкие фразы «довольно насыщены» и «довольно насыщена». Ключевые слова и выражения связывают стихи псалма в единую повествовательную цепь, способствуют более легкому запоминанию гимна. Но теперь посмотрим, о чем говорит данный текст поподробнее. Первые два стиха. Первый стих псалма отличается от остальной его части тем, что здесь ведет речь от первого лица. Слова «возвожу», «поднимаю» мои глаза передают молитвенное положение главы псалмопевца. «Престол Господа пребывает на небесах, оттуда он правит над всем миром. Взгляд, устремленный к небу, — это не взгляд кающегося человека, который преклоняет главу долу и притупляет взгляд в знак стыда и покаяния. Взгляд, устремленный к небу, — это взгляд радости и восхищения, когда человек смело поднимает главу навстречу тому, от которого он ждет благорасположения и отеческую любовь. Слуга, который смотрит на руку хозяина, и служанка, которая смотрит на руку хозяйки, — это образ ожидания команды к исполнению или вознаграждения за проделанный труд. Конечно, рука господина или госпожи может быть и строгой. Рукой можно пригрозить или даже дать пощечину. Но в данном случае образ руки служит символом доверия. Доверяя Господу Богу своему, верующие обращаются к Нему с желанием исполнить Его волю. Кроме того, рука господина или госпожи — это еще и образ защиты. Хозяин должен был беречь, лечить, своевременно кормить своих рабов. Поэтому автор иного псалма просит Бога избавить от рук нечестивого. Как рабы не пытаются хозяина поторопить, но смиренно ждут, когда у него появится возможность заняться делами своих слух. Так и молитвенники терпеливо ожидают Божьей милости, доколе Он помилует нас. Полнота зависимости рабов Божьих от Его благоволения прослеживается в трехкратной просьбе «Помилуй нас» во втором и третьем стихах. А в третьем и четвертом стихах звучит жалоба на презрение и поношение со стороны гордых людей. Относиться с презрением может означать относиться так, как будто мы ничто, как будто бы мы не люди. Презрительное отношение общественности к отдельно взятому народу в мультинациональном обществе может вызывать у данной этнической группы чувство обиды. Подобное чувство в псалме выражено словами «душа наша присыщена презрением». Судя по тому, что упомянутые в псалме надменные люди у пророка Амоса отождествляются с людьми именитыми, первенствующими от народа, можно сделать вывод, что униженным героям псалма противопоставляются самодовольные и достаточно обеспеченные люди. Они высокомерные и в силу заносчивости позволяют себе угнетать более слабых. Четвертая песня восхождений по святителю Афанасию Великому содержит молитвы возвращающихся из Вавилона иудеев. Утомленными многими путешествиями они просят у Бога милости. Господь называется здесь «живущим на небесах» не потому, что Он там реально пребывает. Он везде и все исполняет. Как полагает святитель Иоанн Златоуст, находясь в стране иноплеменников, евреи поняли, что Бог слышит везде, где Его призывают. Молитва Господня начинается со слов, которые соответствуют духу 1 стиха 122-го псалма. «Отче наш, сущий на небесах». Молитвенная устремленность псалмопевца к живущему на небесах вполне соответствует тому духу, с которым священник за православной литургии поднимает чашу и дискос с предложенными на них хлебом и вином и молится. «Твоя от твоих, тебе приносяща о всех и за вся». Повторяемая трижды просьбы Господи помилуй занимает центральное место во многих христианских богослужениях. Все это свидетельствует о непрерывности традиции обращения человеком своего взора к горе, к вечно живущему на небесах Богу. Всякий раз, когда мы смиренно поднимаем взгляд к небу, мы признаем, что без Бога человек не может спастись, но с Богом ему возможно все. Благодарю за внимание. Продолжение следует...